Девушки отдыхают 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 к работе, но «Казак» не выходил из автобуса. Началось с ним не получилось длительного диалога. Началось он меня постоянно обрывал, торопил. Давайте, поехали, поехали, давай команду начальник стрелять, началось, давай команду начальник стрелять. Предложение блокировать район и добиваться освобождения детей здесь, возле школы, было отвергнуто. Вокруг жилые дома любой случайный выстрел мог оказаться роковым. Дольше оставаться возле школы было нельзя. Пока детям передавали их одежду, Фетисов связался с ближайшим военным аэродромом. Он решил там добиваться освобождения детей. Во время движения колонны по городу шла аналитическая работа. Проверялась сомнительная версия о СПИДе и возможность прибытия террористов из горячих точек. Город жил обычной жизнью, не подозревая, что по улицам движется бомба замедленного действия, грозящая взорваться в любой момент. Террористы все время поджимали ведущую машину, однако Фетисов распорядился ехать с предельно малой скоростью. Нужно было выиграть время. Тем временем на аэродроме шла подготовка к приему гостей. Снайперы занимали исходные позиции. В два часа колонна прибывает на военный аэродром. Автобус с террористами выезжает на летное поле. Ими выбрано наиболее открытое место, все подходы к которому хорошо просматриваются. Территорию аэродрома оцепляют, подтягиваются все новые группы бойцов разных силовых ведомств. Министерство безопасности, ОМОНа, внутренние войска, прибывают пожарная команда и скорая помощь. Переговоры от имени террористов продолжил Казак, вероятно являвшийся их лидером. И первое, что он потребовал, вертолет. Это было полной неожиданностью для командующего воздушной армии генерала Михайлов. Террористы во всем мире всегда пользовались самолетами. Для полета за границу у вертолета слишком маленький запас горючих. Это было странное требование. Бандиты заявили, что объявят маршрут перед вылетом. Куда? Явно не за границу. Опять загадка. Кто же эти люди и чего добиваются? Настойчивое предложение начальника УВД Фетисова обменять детей на генералов. Казак встретил бранью и стрельбой в воздух. Он категорически отказался со мной вести разговоры. Ну, отойди, мент от вас застрелил. Судя по злобной реакции, казак вполне мог иметь нелады с законом. Это могла быть группа бывших уголовников, собирающихся освободить из заключения друзей, для таких целей лучшего средства, чем вертолет, не найти. Генерал Фетисов принимает решение готовить вертолет, но не к отлету, а к захвату террористов бойцами ростовского спецназа, переодетыми в форму летчиков. Из Москвы поступает сообщение, что к вылету в Ростов готовится группа «Альфа». Буквально через 25 минут 53 сотрудника, соответствующие средствами вооружения и экипировки, выехали в аэропорт Внуково для вылета в Ростов. Всегда в случае захвата воздушного судна вводится план НАБАТ, которым основная роль в освобождении заложников отводится этой специально обученной мобильной группе. Но ждать, сложа руки прибытия «Альфы», в Ростове не собирались. В вертолете спрятали оружие. Бойцы спецназа хорошо понимали, что использовать его в присутствии детей вряд ли придется, но они готовы были брать бандитов голыми руками. Честно сказать, злоба была просто неимоверная. Дети, тем более наши дети. И кто-то их пытается забрать. Прощать это было просто нельзя. Когда вертолет с установленной в нем спецаппаратурой и оружием были готовы, генерал Фетисов еще раз лично проверил, не вызовет ли что-нибудь подозрения террористов. После того, как было дано добро, и вертолет на буксире потянули к взлетной полосе, «Казак» выдвинул новое требование. Вертолет должен быть без экипажа. И его предварительно осмотрит летчик, входящий в число террористов. От плана освобождения детей с помощью спецназа под видом летчиков пришлось отказаться. Оружие и аппаратуру изъяли. Нужен был новый план и настоящий экипаж. Командующий воздушной армии Михайлов отобрал двух добровольцев – Владимира Степанова и Валентина Падалку. По афганскому принципу, на сложные задачи, те, которые не имеют ясности, всегда летал командир. Я придерживаюсь этой точки зрения, поэтому решение принял лететь сам. Сереж, оружие взяли? В горы не садись. Будут уговаривать, не садись в горы. И тут новая неожиданность, но уже радостная. Террористы отпустили девочку, которая чувствовала себя хуже других. По одному мы начали в автобус, вначале заходить. Вот они половину оставили, говорят, хватит. То, что рассказала Ира, говорила отчетка организации. Трое бандитов, которых казак называл по номерам, молча исполняли его приказы. У одного сумка с взорвенным устройством. Фетисов понимал, что казак хитрит. Он не сообщал сразу все требования, стараясь застать врасплох. Автобус постоянно маневрировал, террористы одновременно не выходили, кто-то всегда оставался внутри, и снайперы не могли открывать огонь. Оставался еще один шанс для освобождения детей. Пересадка террористов с заложниками в вертолет. Ну, конечно, мы абсолютно исключали, что казак оставит автобус 100 метров от вертолета, начнет передвигаться цепочкой. Конечно, мы это исключали. Но мы надеялись, а вдруг надеялись там. Снайперы были готовы, конечно, мы бы их пощелкали, вопросов здесь никаких не было. Автобус затормозил, не доехав. Вышло двое. Один направился к вертолету. Другой, это был казак, остался возле автобуса. После осмотра автобус подъехал вплотную к вертолету, дверь в дверь. Началась посадка. Стало ясно, что ни о какой стрельбе не может быть и речи. Террористы прикрывались детьми. Казак оказался хитрее. И здесь впервые за весь этот напряженный день у генерала Фетисова опустились руки. Он не знал, что делать. Я отменил команду от применения оружия. В батарея прибыл Зайцев, руководитель Альфы. Я ему доложил обстановку. С прибытием Альфы все вздохнули с облегчением. Это были специалисты высочайшего класса. Но для подготовки и освобождения заложников из вертолета, это был первый случай в мировой практике, необходимо время. А его не было. Стремительно темнело. Казак требовал заправку, угрожая расстрелом заложников. Фетисов решает использовать последний шанс, чтобы вытащить из вертолета еще хотя бы одного ребенка. Он предлагает казаку обмен. Заправку за детей. И казак соглашается. Он отпускает двоих. В 19 часов 10 минут командир экипажа Валентин Падалко запускает двигатели. Казак объявляет маршрут. Минеральные воды. Решено, что Альфа вылетит следом. К этому моменту рядом с аэродромом собрались сотни людей. Военные, журналисты, родители. Они до сих пор не могли поверить, что поднявшийся в воздух вертолет увозит их детей. Они все еще надеялись на чудо. В мэрии Ростова до поздней ночи свидетели похищения вспоминали все новые детали, которые могли помочь установить личность преступников. А родители ждали известий. В 20 часов 48 минут на пути в Минеральные воды вертолет с заложниками совершают посадку в Краснодаре. Это было сделано командиром экипажа по предварительной договоренности с руководителем Альфы, генералом Зайцевым. Группа опередила террористов и готовилась к освобождению заложников. Генерал Зайцев принимал самое непосредственное участие в освобождении детей в 88-м году в Минеральных водах. Он понимал, что казаку для безопасности полета не нужно столько детей. Пока группа Альфа готовилась к работе, Зайцев связался с казаком по рации и требование, которое он услышал, отвечало на многие вопросы. Появилось совершенно новое требование, оно раньше нигде не звучало. То есть в обмен на заложников мы должны были передать на борт 10 миллионов долларов. Казак заявил, что все переговоры и обмен детей будут происходить в Минводах, куда он немедленно вылетает. И назначил время 8 утра. Оперативные действия по освобождению детей в Краснодаре теряли смысл. И в 2 часа ночи Альфа вылетает следом за террористами. Наконец расцвело, и мы смогли снять вертолет, одиноко стоящий на Минераловодском летном поле. Террористы сохраняли радиомолчание, потому что у них подсели аккумуляторы в вертолете. Утром около 8 часов они вывели детей из вертолета, потом ввели их обратно. В 7.30 в аэропорт прибыл губернатор Ростовской области ЧУП, заявивший, что руководство штабом он берет на себя. Переговоры с террористами будет вести представитель администрации области Валентина Петренко, а не руководитель Альфы, генерал Зайцев. Такой поворот событий оказался возможен, потому что буквально за 2 дня до теракта указом президента было упразднено Министерство безопасности, а новая структура еще не была создана. Времени на выяснение властных полномочий не оставалось. Надеялись, что Валентина Петренко не вызовет у казака того представления об опасности, которая всегда исходит от мужчины. И эти надежды оправдались. Казак согласился на то, что прежде чем ему будут предоставлены деньги, Валентина Петренко сможет лично убедиться, что с детьми все в порядке. По условиям, поставленным казаком, остаток пути от машины к вертолету Петренко должна была пройти пешком. Она надеялась, что сможет уговорить казака освободить хотя бы нескольких детей, которые сильно мерзли. Во время стоянки вертолет не отапливался. Но казак, показав детей, ни о чем, кроме денег, разговаривать не хотел. Единственное, о чем с ним удалось договориться, время доставки денег было отодвинуто до 15 часов. Раньше доставить их из Москвы было просто нереально. Как настроены пираты? Настроены, конечно, агрессивно. Переговоры дали самое важное – передышку. Условия террористов сообщили в Координационный штаб в Москве, который возглавил первый вице-премьер Сосковец. О сложившейся ситуации доложили президенту. Когда Петренко снова идет к вертолету, чтобы сообщить казаку о согласии Москвы на обмен, казак преподносит очередной сюрприз. Он заявляет, что ему необходимо срочно слетать в Невиномыск. Я буквально в смысле потребовал от него в целях, говорю, вашей безопасности. И командир экипажа должен пойти и посмотреть синоптическую карту. Погода была нелетной. Казак соглашается с требованием Михайлова и ненадолго отпускает командира экипажа в штаб. По словам командира, полет в Невиномыск казак требовал еще ночь. Но он вел себя агрессивно и убеждал в том, что мне нужно слетать туда, иначе наступит вторая беда. Казак уверял, что если он кого-то не предупредит, будет взорван Невиномыск химкомбинат. Помимо угрозы взрыва, это означало, что у террористов есть сообщники. И они могли находиться где угодно, даже среди пассажиров, скопившихся в аэропорту Минводы. 10.20. Вертолет берет курс на Невиномыск. Следом, чтобы пресечь любые новые сюрпризы казака, не скрываясь, идут два вертолета с группы Альфа. 11.10. Вертолеты начинают снижение. Тянутся напряженные минуты ожидания. Если казак не блефует, то угроза взрыва химкомбината страшное орудие шантажа. Эта катастрофа могла стать новым Чернобылем. Химическим. У него была радиостанция портативная. Он открыл дверь в пассажирской кабине, якобы что-то сказал. После этого радиостанцию выкинул за борт, закрыл дверь, зашел в пилотскую кабину и сказал, проблем нет, все, полетели на минеральные воли. В это время в Москве колонна машин с усиленной охраной и 10 миллионами долларов следует из банка в аэропорт Шереметьево. На пресс-конференции председатель Центробанка Герасченко подтверждает, что деньги для выкупа собраны. Но к моменту возвращения вертолета с заложниками становится ясно, что до установленного казаком срока 15 часов деньги прибыть не успеют. Нужна отсрочка. Валентина Петренко немедленно связывается с казаком. Услышав об отсрочке тот выходит из себя. Кричит, что его пытаются обмануть. Вертолет отбуксирован на стоянку. Казак нервничает. Он заставляет убрать с площадки машины наземных служб. Затем выдвигает окончательный ультиматум о доставке денег. Он сказал так, ну вот если через час не будет, я вот поставлю первого человека и расстреляю. Этот разговор происходил в присутствии детей. Чтобы как-то поддержать их морально, Валентина Петренко пользуется каждой возможностью. Снова и снова она идет к вертолету, принося продукты и сигареты для террористов. Она постоянно разговаривает с казаком, стараясь успокоить его. Нервы казака взвинчены, за все время он не спал ни минуты. В штабе обсуждаются варианты нейтрализации террористов с помощью снотворного, но никто из них не притрагивается к пище, пока ее не попробуют дети. Решено не рисковать. Казак выставляет охрану и запрещает Валентине Петренко возвращаться без денег. С 16 часов казак перестает выходить на связь. Бойцы альфы, скрывающиеся в одном из вертолетов на площадке, готовы по команде штурмовать террористов, если казак попытается привести угрозу в исполнение. Расчетное время прибытия денег 16.30. Последние минуты тянутся бесконечно. В 16.25 из вертолета выводят учительницу. Казак грозился первый расстрелять именно ее. Альфа ждет сигнала. В 16.30 в небе показывается самолет Ан-72. В 16.35 он касается посадочной полосы. Казак наконец выходит на связь. Он требует доставить деньги немедленно. Силовой вариант освобождения детей в момент передачи денег заранее отвергнут. Один из пяти мешков с двумя миллионами долларов скрывают. Деньги помечаются особым раствором. По условиям Казака Петренко должна одна отвезти деньги к вертолету. Предложение генерала Зайцева ввозить и обменивать деньги частями отклоняется. 17.00. Машина с 10 миллионами долларов направляется к вертолету. Снайперы Альфы контролируют ситуацию через прицелы ночного видения. Из штаба поддерживается постоянная связь с Ростовом. Родители ждут известия о своих детях. Через 30 минут машина возвращается. Дети свободны. Но радость была неполной. Казак остался верен себе, освободив только часть заложников. Двух мальчиков, пять девочек и учительницы. Причем последнего мальчика казак отдал не сразу. Валентина Петренко подошла еще раз после того, как деньги были получены, подошла к казаку, это главарь банды, и попросила освободить еще одного человека. Нас осталось там пятеро. Освободили меня. 24 декабря 19.00 на исходе вторые сутки после захвата детей заложников. Освобождены уже 11, но четверо ребят все еще остаются в руках террористов. Я считаю, что четверых ребят, так как они обещали, они должны согласно договоренности отдать пол. По словам Валентины Петренко казак, главарь террористов, намеревался вылететь из минеральных вод в Иран через Махачкалу и Баку. Верить обещанию казака обменять детей на Петренко теперь было нельзя. Но попытка силой задержать террористов могла окончиться трагически для детей. И тут в планы преступников вмешалась погода. Резкое похолодание грозило вертолету обледенением. Начав разгон, он остановился в конце взлетной полосы. Командиру экипажа удалось убедить казака не рисковать. В генеральных водах сильный туман. Вертолет с заложниками и террористами стоит на взлетно-посадочной полосе по требованию главаря воздушных пиратов. Вступавши с ними в переговоры генерал Михайлов, командующий воздушной армией, поделился информацией о том, что бандиты намерены вылететь только ночью. Но генералу Михайлову было известно гораздо больше. Командир экипажа вертолета смог передать ему записку о том, что названный казаком маршрут очередная уловка казака, который заявил. Иран, Баку и Махачкала мне не нужны. Я должен уйти здесь. Полет будет выполнен с 12 ночи до 5 утра. Это 100-120 километров от минеральных вод. Я там должен высадиться с деньгами и уйти. Откровенность казака с командиром экипажа объяснялась просто. Казак предложил ему деньги за полет и подолго, чтобы войти в доверие, согласился. Штурман террористов нанес на полетную карту точку предполагаемой высадки. Полученную информацию о планах казака командующий воздушной армии Михайлов доводит только до представителей спецслужб и командира группы Альфа Зайцева, чтобы исключить утечку информации. Когда после очередных переговоров Валентина Петренко привозит освобожденного мальчишку, Зайцев понимает, что казак отпустил его для отвода глаз. И откровенность с пилотом объясняется трезвым расчетом. В горах при такой погоде уйти от преследования можно при одном условии помощи экипажа. Генерал Зайцев считал, что освобождать заложников нужно здесь в Минводах. Он разрабатывает план по физическому уничтожению террористов и связавшись с Москвой докладывает свои соображения. На вопрос о безопасности заложников генерал ответил откровенно. Сто процентной гарантии я дать не могу потому что это боевая операция связанная со стрельбой но мы сделаем все возможное к тому чтобы исключить необоснованные потери. Согласие Москвы было получено. Началась подготовка к штурму. Понимая что жизнь троих детей находится под угрозой Валентина Петренко добивается согласия казака на новую встречу. Она требует от него немедленно освободить ребят но получив отказ заявляет что в противном случае в 17.10 начнется штурм. Узнав о подготовке Альфы казак испугался. В знак того что на этот раз сдержит обещание он отпускает еще одного мальчика. После этого бандиты запираются в вертолете угрожая расстреливать всех кто окажется ближе 100 метров. Таким образом эффект внезапности был утрачен. Операция потеряла смысл. Она вела себя подчеркиваю по отношению к нам я бы стал предательский. Я видела этих детей и поэтому пойти на то чтобы хоть один ребенок погиб с этим даже нельзя было мысленно смириться. Разум в начале в начале да и сейчас в конце когда затрет ну это деньги вот эти тошнее стало. В ночь на 26 декабря несмотря на нелетную погоду вертолет с террористами вылетает из Минвод. Следом на Махачкалу идет самолет штаба с борта которого Валентина Петренко ведет переговоры с Казаком об освобождении двух оставшихся ребят. Но Казак обещая отдать детей в Махачкале меняет курс и вертолет террористов направляется в точку предполагаемой встречи с их сообщниками в 120 километрах от Минвод. Зная о планах Казака Зайцев не стал информировать об этом гражданских лиц в штабе и заранее направил туда на машине оперативную группу. Следом за террористами вылетает группа Альфа. Через 20 минут полета самолет штаба потерял связь с Казаком. Но вертолеты с Альфой продолжали преследование ориентируясь по сигналу СОС, который незаметно для Казака включил Валентин Падалко. Вскоре вертолет с террористами был потерян наземными службами слежения и Альфой. Потянулись минуты неизвестности. В предполагаемые точки высадки террористы тоже не появились. Вертолет исчез. Тогда в воздух поднялся самолет со специальной аппаратурой, которой пилотировал лично командующий Михайлов. Я знал, что он летит, что с ним все в порядке, что нету какого-то летного происшествия, что он там не зацепился нигде, что вертолет в нормальном состоянии и полет продолжается. Через 50 минут молчания на связь вышел командир экипажа Валентин Падалко и сообщил, что вертолет с террористами и заложниками возвращается в Минводы. Как меня слышишь? Очень хорошо я тебя слышу. Значит, мы сейчас будем заходить, возвращаемся в Минводы, будем заходить вместе с вами. Со мной нет здесь ни оружия, ни вооруженных людей, никого. Как мы договаривались, я выйду одна. Но генерал Михайлов заявил Валентине Петренко, что время задушевных бесед кончилось. Настал момент поговорить по-мужски. Михайлов сам идет на борт вертолета и понимает, что террористы не ушли по чистой случайности. Их возвращение стало результатом ошибки. По словам командира экипажа вертолет приземлился в намеченные точки. Но сообщников, террористов, которые должны были встречать их с машиной, на месте не оказалось. Казак действительно убедился после моих объяснений, что мы находимся там, куда они нам показали. Штурман террористов ошибся и неверно указал точку высадки. Казак был взбешен и жестоко избил его. Они вынуждены были снова вернуться в Минводы. И вот здесь перелом явно и наступил в нашу пользу. Он был надгомлен, казак, страшно. И я даже потребовал освободить оставшихся школьников. Но казак детей не отдал. На следующий день для проведения операции по освобождению заложников генералу Михайлову удается убедить казака убрать вертолет со взлетной полосы на стоянку, мотивируя это необходимостью отправки нескольких тысяч челноков, скопившихся в аэропорту из-за отмены рейсов. Если они прорвут оцепление, ситуация выйдет из-под контроля. Казак требует у Михайлова дозаправить вертолет, но получает отказ. Тогда он начинает совершать непредсказуемые поступки. Он захватывает машину-буксир, все еще стоявшую у вертолета, и совершает на ней рейд вдоль перона казака. Но отдать команду снайперам было некому. Все были парализованы отсутствием единства в вопросе применения силы. Прокурор Савропольского края не разрешил производить захвата. Он это обосновывал тем, что они еще ничего не сделали, они еще никакого не несли ущерба, они еще не убили никого, поэтому их рано захватывать. Ну, я возмущенный этим самым был, покинул это заседание. Генерал Михайлов берет инициативу в свои руки, заручившись поддержкой Москвы. Он хочет во что бы то ни стало вырвать оставшихся двух ребят из рук казака. Взяв у командира Альфы Зайцева несколько бойцов, Михайлов намеревается спрятать их на топливозаправщики, чтобы во время заправки напасть на террористов. Но казак опережает его. Угрожая оружием, он лидера экипажа запустить двигатели. Он мне приказал рулить к самолетам, которые расположены на перроне у здания аэровокзала. Со словами я им сейчас покажу, как со мной шутить. Я буду расстреливать из автомата все самолеты, которые стоят на перроне у здания аэровокзала. Шла посадка на московский рейс. Надо было остановить казака. Я топливозаправщику водителю говорю, давай поехали к вертолету заправлять. Они в это время уже стреляли по аэровокзалу такие выстрелы одиночные делали. И он отказался, говорит, я не поеду. И он тогда вылезай, я сам поеду. Михайлов направил машину на перерез вертолету. Когда я начал подруливать стоянки, навстречу выехал топливозаправщик и как бы преградил путь. Я остановился, он мне дает команду вперед. Я говорю, куда вперед? Вперед до столкновения. Я говорю, как до столкновения? Ты что? Вообще рехнулся. Сейчас сгорим все, как в мартеновской печи. Вперед, я тебе сказал, до столкновения. Я знаю, за что я сгорю. У меня 10 миллионов долларов на борту. Я говорю, а дети? Это не имеет значения. Вперед до столкновения. После того, как он выпалил вот эту фразу, был нанесен средний удар по голове мне рукояткой ТТ. Единственное, мне машинально просто пришло в голову, мне нужно было взлететь. Когда вертолет завис над землей, Казак открыл стрельбу по топливозаправщику, за рулем которого находился генерал Михайлов. Первый расстрелил, потом второй не хватало мне в этой кабине закончить свою освободительную миссию. Чтобы остановить Казака, падалка выполняет вираж и резко сажает вертолет на бетонку. Так что Казак падает лицом вниз на остекление кабины. Он оттуда выкарабкался и ко мне с претензиями что же ты творишь? Я говорю, извини, а ты что творишь? Таранит топливозаправщик с таким запасом керосина это безумие. Казак понимал, что теперь ему так просто уйти не позволят. Он заставляет падалку рулить к складу горючего, чтобы там заправить вертолет. Деньги жгли ему руки. Он хотел вырваться во что бы то ни стало. На складе его ждала группа Альфа. Я не знаю, была команда дана для штурма или нет, но на всей стоянке перрона аэропорта минеральных вод богат свет. И я заметил передвижение грузовых автомобилей, там находились люди. Он дал команду патрон-патронник, всех загнал в вертолет своих террористов и приказал на малейшее движение человека с оружием открывать огонь. В данной ситуации я вышел в эфир по радиосвязи и командующего генерала-лейтенанта Михайлова попросил, чтобы этого не делали, потому что на мой взгляд безуспешная будет операция с захватом. Я еще раз говорю, я полностью контролирую ситуацию. Управление вертолетом было спектакль, вы понимаете меня? Заправьте нас, я его увезу и высажу, блядь, он скажет, понимаете? Получите свет, пусть все горит, не надо штурмовать. Он что ли испугу у него есть? Он тоже понимает, понимаете меня? Нет? Да, понимаем. Понимаете или нет? Понимаем, сейчас приедет заправщик. И заправщикам должен стоять опа. Хорошо, пусть вначале выполняет заправку, опа сейчас подойдет. Вначале, Сергей, умоляю, ну выполните то, что я говорю. Вы меня слышите или нет? Свет включили, и вертолет был заправлен. Но в руках террориста все еще находились дети. На этот раз сам Казак ответил генералу Михайлову. Я сейчас подойду к вертолету за ними. А ты мне нахуй вообще не подходи, я тебя пристрелю, сука. Казак, ну давай, детей выпусти в летарь. Я сегодня сказал, что дети будут дома, значит будут дома. Сказал, как они уйдут, не то, что с вами пигаи разговаривают. Я понял или нет? Зачем детей мучить? Пусть они сейчас выйдут. Я даю тебе слово, генералу, что я тебя не трону. Слова? Я ж жопать подпустил, что вы хотели сделать. Деррорист, подпусть. Поэтому вперед у вас выступил. Нет, ты зря так ведешь себя. Да если сказал, что ты поедешь, значит ты бы улетел. Даю вылет прямо с этого места, только отпусти детей. Сергеич, не злите его, я прошу. Что сделать? Говорю, не злите его, хватит об этом. Понял. Секунду. Я его уговорю. Дикей высадит на полосу. В конце полосы. Этого не должен видимо никто видеть. Вертолет взлетел 1827 за минуту до посадки на эту же полосу пассажирского самолета. В момент виража над зданием аэропорта казак выбросил из кабины пачку долларов и они дождем просыпались на землю. Казак выполнил обещание. Перед взлетом он отпустил двоих ребят. Только на исходе четвертых суток операция по освобождению детей-заложников была успешно завершена. Остальные дети днем уже вернулись в Ростов-на-Дону и теперь сами встречали двух ребят и учительницу. Но террористы все еще были на свободе. Валентин Падалко успел сообщить Михайлову, что казак просил отвезти его в Хасавюрт. По плану Сирена на ноги была поднята вся дагестанская милиция. Казака ждали. 21-17 в аэропорту столицы Дагестана Махачкале приземляется вертолет, который не отвечает на позывные наземных служб. Снайперы уже двое суток дожидавшейся прибытия террористов мгновенно взяли на мушку две фигуры появившейся на летном поле. Но почти сразу прозвучала команда отбой. Это были пилоты. Валентин Падалко и Владимир Степанов. Бандитов с ними не было. Пилоты сообщили координаты места на окраине Махачкалы, где им удалось, обманув бдительность казака, высадить террористов вместо Хасавьюрта. Выбраться незамеченными из треугольника, образованного морем, каналом и дорогой, было практически невозможно. Всем патрульным группам были переданы ориентировки. Из аэропорта в указанное пилотами место высадки террористов вылетела группа специального отряда быстрого реагирования. А тем временем пилотам, которые все эти дни были гарантами безопасности детей, самим оказывалась экстренная медицинская помощь. Сказалось невероятное напряжение. в Махачкане в Махачкане в Махачкане целицентра. Двух бандитов взяли рядом с местом их высадки. Почти в полной темноте один был обнаружен при помощи прибора ночного видения, второй сам вышел из укрытия с поднятыми руками. При них была обнаружена часть денег. Но казака среди них не было. В 23.40 на окраине Махачкалы для проверки документов были остановлены двое. Водитель милицейского газика заметил, как один бросил какой-то предмет под машину. Это был пистолет ТТ. Реакция патрульной группы была молниеносной. Один из задержанных и был казак. Человек, несколько дней державший в напряжении всю страну. В указанном им тайнике были обнаружены деньги. Но кроме автомата Калашникова другого оружия не было. Его выкинули. Когда намокшие деньги высушили и сосчитали, оказалось, что вместе с собранными в минводах и оставленными в вертолете в уплату за полет обнаружено 9 миллионов 400 тысяч. Недоставало 600 тысяч. Их судьба до сих пор неизвестна. Следователя, проводившего допрос, ждал еще один сюрприз казака. На этот раз последний. Отпечатки, снятые с рожка автомата, принадлежали не Касимову, чья фамилия была указана в протоколе. Такого человека просто не существовало. В поддельный паспорт была вклеена фотография трижды судимого уроженца Хасавьюрта Мусы Алмамедова. Именно эта фамилия будет написана на многотомном уголовном деле. В группу террористов входили два ташкентских студента, беспрекословно выполнявших все приказы казака, и бывший штурман Михеев, который подвел его в самый ответственный момент, неверно указав точку высадки. Он умрет в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Осуществлению их замысла помешала не только ошибка бывшего штурмана Михеева и погода, но прежде всего мужество всех, кто все эти дни противостоял злой воле и коварству бандитов. Мало оставляли нам путей метров, способов, чтобы их как-то обезвредить. Именно обезвредить, ну, по-хорошему, без гибели школьников, без гибели членов экипажа. За проявленное мужество командир экипажа Валентин Падалко был удостоен высокого звания Герой России. Пилот Владимир Степанов и Валентина Петренко награждены орденами за личное мужество. Состоялось два суда над террористами, первый из которых приговорил Казака к высшей мере наказания. Повторный суд этот приговор отменил. Основным аргументом защиты был тот факт, что дети не пострадали. Вполне очевидно, что дети, конечно, пострадали. Только на какие весы это все положить, чтобы взвесить? Я все время плакала, остановиться не могла. И вот мне даже как-то было стыдно, что моя остальная часть класса, вот они как-то так взяли себя в руки, а я вот все время плачу, вспоминая, как там мама с папой с бабушкой. У мужа был сердечный приступ, он тоже был на аэродроме, но не пустили с дочкой. Мои дети собственно учились в этой школе, видели, как меня захватывали. Конечно, стресс был большой, сын мой посидел. Этот теракт стал образцом для подражания. Вскоре последовало несколько подобных с захватом заложников, требованием денег и вылетом на вертолете. Но прежний стереотип отношения государства к терроризму был уже сломан. Главным становится не преследование и задержание бандитов, о спасении людей. живой , Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok